МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Инвалид первой группы с диагнозом ДЦП открыл телемастерскую. От клиентов нет отбоя. Семья не может нарадоваться. Однако суд счел мужчину слабоумным. Моя мечта – избавиться от этого ужасного диагноза слабоумный. Ведь я абсолютно здоров. Я планирую открыть телемастерскую в Астане. Страшная авария на железнодорожном переезде. Локомотив протаранил пассажирский автобус. Пострадали 18 человек. Двое в тяжелом состоянии. Ушел играть в футбол и не вернулся. Родители разыскивают 17-летнего Александра Белинова. 5 августа он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Житель поселка Корой Нуринского района Достулегенов не может доказать свою дееспособность. Инвалид первой группы о своем психическом статусе узнал совсем недавно. При выяснении обстоятельств оказалось, что суд еще три года назад вынес решение о недееспособности мужчины. В непростом деле разбиралась Аймамрина. Я очень устал, чтобы получить пенсию. Я вынужден целый день обивать чьи-то пороги и доказывать, что не слабоумны. Достулегенов инвалид первой группы. Мужчина прикован к инвалидной коляске практически с рождения. Однако это не помешало ему стать полноценным членом общества, открыть телемастерскую и завести семью. У меня трое детей. Пять, восемь и десять лет. Я ремонтирую телевизоры и компьютеры всего района. ДЦП у меня с рождения. Судмедэксперты признали меня слабоумным. Я не согласен с этим. Единственная моя вина, что я не смог ответить на их вопросы на русском языке. Переводчика они мне не дали. Домочадцы и соседи мужчины называют его мастером на все руки. Да с легкостью может починить любой телевизор, радиоприемник или автомагнитолу. Делает он это лёжа на боку, поскольку долго сидеть он не может. У него такая голова, такой ум. Ну представьте себе, телевизоры делает, холодильники делает, компьютеры делает. Ну как можно охарактеризовать? Это каждому, вернее в каждой семье можно позавидовать такому ребёнку. Ну и что, что вот немножко, чуть-чуть не такой. Но то голова у него работает на 120%. О том, что суд признал его слабоумным, ДОС узнал около года назад. Решение суда трёхгодичной давности обескуражило всех. Оказалось, что главу семейства признали недееспособным стараниями адвоката семьи. Ранее семья Тулигеновых обращалась к правозащитнику, чтобы оформить над ним опекунство. Они хотели положить мужчину в больницу в Астане, чтобы пройти профилактическое лечение. В столичной больнице нам сказали, что для его госпитализации нужен опекун, который ляжет в клинику вместе с ним. Мы наняли адвоката и дали ему доверенность, чтобы он представлял наши интересы в суде. А он обманул нас, не сказал, какой ценой он добился опекунства. Сделал сына слабоумным на бумажке. Мы не сегодня, завтра умрём. Что тогда будет с ними из-за этого диагноза? Дети маленькие. Из-за жёлтой карточки мужчину не воспринимают всерьёз ни в одном госоргане. Мало того, чтобы снова стать нормальным человеком на бумажке, ему предлагают пройти месячное обследование в психоневрологическом диспансере в Алматы. Суде так и сказали, мужчине нужно доказать свою дееспособность. У Тулигенова Доса Несипаевича имеет место слабоумие. Умственная отсталость, умеренная, без указаний на нарушение поведения, обусловленная неуточнёнными причинами. Следствие слабоумия Тулигенов Дос Несипаевич не может понимать значение своих действий и руководить ими. По своей инициативе они должны обратиться в экспертные исследования, которые находятся в городе Алматы, чтобы провести комплексную уже стационарную экспертизу. Семья Тулигеновых ещё не решила, как им действовать дальше. Ясно лишь одно, что сейчас супруги опасаются, что страшный диагноз в будущем как-то негативно отразится на детях. Жуткая авария произошла в Жасказгане. На железнодорожном переезде столкнулись автобус и тепловоз. В результате аварии были госпитализированы 18 человек. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Авария произошла на железнодорожных путях. В автобусе в момент столкновения находились сотрудники компании «Казахмыс». Тепловоз практически въехал в салон автобуса. По факту дорожного транспортного происшествия с участием автобуса с тепловозом проводится досудебное расследование по статье 345 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В результате дорожного транспортного происшествия жертв нет, пострадали 17 человек. По информации Управления здравоохранения, сейчас все госпитализированные находятся под наблюдением врачей. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое. 10 человек в травматологическом отделении находятся, 3 человека в лороотделении находятся, и 1 человек в неврологическом отделении находится, 1 пациент. Это всего 18 человек. Сегодня обратились два человека амбулаторно. Их травматолог осмотрел, и они отпущены амбулаторно. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Владелица туристической фирмы «Фараон», обвиняемая в мошенничестве, предстала перед судом. Потерпевшими по делу их проходит более 80 человек. В зале судебного заседания каждый подробно рассказал, как их обманули. Они требуют наказать директора турфирмы по всей строгости закона. На скамье подсудимых Жанна Абиюб, дочь бывшего руководителя управления прокуратуры области. Она та самая владелица туристической фирмы, которая обманула своих клиентов. Подсудимая от видеосъемки отказалась, в объективе камеры в основном потерпевшие. Ирина Гур одна из тех, кто обратился в турфирму Жанны прошлым летом. Мы видели рекламу, друзья, знакомые, очень много отзывов было о том, что существует такая фирма с приемлемыми ценами, внимательно относится к своим клиентам. И мы решили попробовать обратиться к ним. Цена нас устроила, и мы заключили договор на туристическое обслуживание. Скажите, там присутствовал такой элемент раннего, акция раннего принято? Нет. А вы до того, как обратились в эту фирму, в турки ездили, в туристическое агентство, и узнавали цены? Да, там действительно цены были выше. Отдых так и не состоялся. Номер в отеле Турции не забронирован, а билет туда оказался фальшивым. Путевки Ирина оформила для всей семьи. Потрачено полтора миллиона тенге. Настроенная на курортный отдых, Ирина не подозревала, что вместо этого придется ходить на судебное созидание. О том, что директор турфирмы не выполняет свои обязательства, потерпевшая узнала за пару недель до вылета. О том, что недовольные туристы собрались в офисе компании. Сама Жанна Камаловна уже отсутствует в офисе. Вместо нее расписки о том, что ущерб будет возвращен, раздает юрист турфирмы. Мы обратились в полицию, мы обратились с запросом в отель. Отель в турецком городе Белек нам ответил о том, что места на нас забронированы не были, что никаких контактов с турфирмой Фарон они не имели. И то же самое мы получили в ответ от авиакомпании о том, что билеты на мою семью не были выкуплены турфирмой. По версии следствия, директор турфирмы совершила 96 фактов мошенничества на общую сумму 62 миллиона тенге. Находясь в следственном изоляторе, она родила дочь, которую кормят грудным молоком. В связи с этим адвокат, подсудимый Рашид Эйфизов, просит смягчатые меры пресечения. Всего пострадавшим признаны более 80 карагандинцев. Все они надеются, что виновное понесет заслуженное наказание, а также выплатит компенсации. Анна Шелкарбек, Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый карагандинский. В Караганде пропал 17-летний Александр Беленов. 5 августа он вышел из дома поиграть в футбол и больше не объявлялся. Людмила Беленова, мать пропавшего, обратилась с заявлением в Департамент внутренних дел. Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали разыскное производство. У меня пропал сын. 5 августа в 11 утра он вышел из дома. Предположительно, на футбольную игру с собой взял рюкзак синего цвета. В нем лежала футбольная форма. Белая форма и с именной надписью наклеивали мы «Саша, 99». 99-го года рождения, он 17 лет, высокий, светло-русый, голубоглазый. И до сегодняшнего дня мы ничего о нем не знаем. Никто ничего нам не может сказать. Пожалуйста, если кто-то что-то видел его где-то, какая-то информация имеется, пожалуйста, сообщите. Александр Белинов был одет в белую футболку и кофту черного цвета. При нем был синий рюкзак с футбольной формой. Его рост 180-190. Голубые глаза, светлые волосы. Убедительная просьба все, кто знает что-либо о местонахождении подростка, позвонить по номеру 8 708 963 62 40. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Галакси рекомендует высокопрочные окна торговой марки Галвин и противовзломную фурнитуру Фарнакс, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Исполняющий обязанности Акима области Суббек Дюсибаев раскритиковал организацию работ дорожных предприятий. Он также дал ряд поручений, большинство из которых основаны на негативных отзывах граждан. Животрепещущая тема качества ремонта дорог обсуждалась в городском Акимате на специальном совещании. Хорошее качество дороги является признаком эффективной экономики, показателем уровня страны. С этих слов начал заседание исполняющий обязанности Акима области. Но в последнее время, продолжая тон ситуации, на дорогах складывается не лучшим образом. Несмотря на то, что были выделены огромные средства, для организации данной работы на должном уровне эффективности не наблюдается. Динамичным было лишь начало дорожного сезона. Работы по ямочному ремонту, они в принципе выполнены на сегодняшний день, но были немножко затянуты в связи с погодными условиями. На сегодняшний день, как нам, на практике, имеется определенный эффект. Выполнение указанных работ сопровождается длительным перекрытием участков дорог, без информационных знаков, в том числе улиц с большой интенсивностью движения. Естественно, это влечет за собой пробки, большие заторы, которые вызывают неговости. А насущным выступил с докладом заместитель Акима города. По его словам, на сегодняшний день завершены работы по укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на основных дорогах. Закончена установка по освещению от проспекта Буха-Жирау до улицы Гоголя. Реконструированы все светофорные объекты, расположенные на этой улице. А перед главным корпусом КРГТУ теперь красуется экспериментальный пористомастичный асфальтобетон. По сравнению с другими асфальтными покрытиями он имеет ряд преимуществ. Водонепроницаем и износостойкий. Также предусмотрены меры по максимальному сохранению зеленых насаждений. А вот перекресток улицы Ленина будет реконструирован чуть позже. Работы по замене водорода по улице Гоголя в рамках программы Нурлужово производит ТО «Багдар» методом горизонтально направленного бурения. То есть мы полностью улицу Гоголя вскрывать не будем. На сегодняшний день произведены работы по укладке 270 метров труб. Вот сад Паева должен был ведутся работы по бурению второго прохода от улицы Ленина. Также ведется сварка полиэтиленовых труб. Саму реконструцию улицы Ленина планируется закончить в конце сентября. Средний ремонт запланирован на 27 наиболее аварийных участках автомобильных дорог общей протяженностью 37,5 километров. На это дело в текущем году предусмотрены более 3 миллиардов тенге. Ремонтные работы разбили на два этапа. На улицах первого этапа все работы завершатся до конца текущего месяца. Это можно было сделать и раньше, вот только погодные условия не позволяли, сетует заместитель Акима, уверяя, что солнечная погода в августе позволит работать усиленными темпами. Более подробно по участкам. Из 14 участков первого этапа на 8 улицах завершены работы полностью. Это улицы Валдай, Наская, Поженова, Пичугина, Мустафина, архитектурная, внутриквартальная дорога 14-го микрорайона, Гопеево, участок дороги от Бабушкина до улицы Каретный с выходом на обездную 18-го микрорайона. Здесь коротко хотел остановиться на улице Гопеева, подряд организации РСУ по ремонту дорог. На данной улице проведена работа по обустройству двухслойного дорожного полотна, обустроена дополнительность парковочных мест на 50 автомашин. На стадии завершения работы по проспекту Республики. Дополнительные работы ведутся на Саранской автомагистрали. Аслабек Дусибаев развел слухи о том, что выигравшие конкурс подрядчики получают дополнительные средства из бюджета. Подобной практики теперь не будет, заверил он. А недобросовестные подрядчики попадут в черный список. Также заместитель Акима расставил все точки над «и» касательно качества ремонтных работ. Мнение такое, оно давно, что там слой асфальта на один сантиметр уменьшен, по ширине на один сантиметр уменьшен, и эти средства там положены, условно, в карман получается. То есть качество самого дороги, сама приемка дорог. Мы с дорогами, наверное, давно уже работали, но таких фактов, наверное, за... Ну, это, может быть, когда-то это было, но сегодня при нынешнем условии контроля. Там один сантиметр уменьшен дорогу, наверное, или там толщину осмотра, это практически, наверное, невозможно. В ходе заседания было обещано, что все ошибки, которые обычно совершаются во время ремонта дорог, будут на особом контроле. Более того, поставлена амбициозная задача закрыть тему плохих дорог раз и навсегда. Поэтому ожидается, что в следующем году новых дорог не будет. Ремонт по ним закончится уже в этом году. Анель Шалкарбек, Жахсылык-Нуртай, Александр Цирыкидзе, 1-й Карагандинский. Карагандинская область занимает третье место по республике по объему легализованного имущества. Такие данные привели руководителей областного департамента государственных доходов. В региональном центре коммуникации прошел очередной брифинг. Кардинально упрощены процедуры легализации денег и легализации имущества. Об этом на очередном брифинге в региональном центре коммуникации сообщили руководители департамента государственных доходов. Связано это с некоторыми изменениями в законодательстве. По мнению налоговиков, все это должно привлечь желающих легализовать свое имущество или деньги. Первый способ – показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды. Например, вложить в бизнес, купить недвижимость или просто снять. Причем все это производится без уплаты 10-процентного сбора. Второй способ – легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте в заявительной форме, не показывая их на банковском счете, но при этом уплачивается в бюджет 10-процентный сбор. С начала года в Карагандинской области легализовано имущество на сумму более 4 миллиардов тенге. Участники брифинга отметили, что эта сумма составляет 50% от той, что была собрана с начала акции, а это с 1 сентября 2014 года. Иначе говоря, в этом году процесс легализации идет более активно. Касательно прогнозного количества, до конца 2016 года комиссиями районов и городов прогнозируется легализовать еще 161 объект. Окончание срока легализации совпадает с началом всеобщего декларирования доходов и расходов, которое, как известно, будет поэтапно вводиться с 2017 года. Гражданам еще предоставляется возможность вернуть свой капитал в легальный оборот. Андрей Тен, Толеген Рашитов, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Далее о спорте. Сборная Казахстана по смешанному боевому единоборству победила на чемпионате Азии в Корее. Наши спортсмены завоевали 5 из 7 чемпионских поясов и 2 серебряные медали. Отличились на первенстве Азии и наши земляки. Сегодня чемпионы прибыли в шахтерскую столицу. Какой ценой победа досталась карагандинцам, узнавала Айма Мрина. Третий чемпионат Азии по смешанному боевому единоборству ММА проходил в городе Хвасун в Южной Корее. Наша национальная сборная уверенно заняла первое общекомандное место. Чемпионами Азии 2016 года стали актюбинцы Азамат Маркабаев, Гойти Дазаев и Еркомбек Инджель. А также карагандинцы Исмаил Героев и Мухмад Сулейманов. Хотелось бы отметить то, что наши ребята очень сплоченно выходили на рейнг друг друга, поддерживали. Болели всей командой, не отделялись друг от друга. Каждый в душе, наверное, нес частичку этого боя, когда кто-то из его братьев спортсменов находился на рейнге. Наши ребята отличают, прежде всего, воспитание и нормальные жизненные принципы. Серебро Азии завоевали Неймат Асадов и Баужан Куанжбаев. Последний, несмотря на вывих руки, продолжил соревнования. Он выступил в двух схватках. По словам Баужана, если бы не травма, он смог бы победить. Я совершил ошибку и вывихнул руку. Не знаю, как это получилось, может, из-за климата. Уступал весовой категории 84 килограмма. Немного недоволен собой. Доказали свое превосходство и казахстанские бойцы-профессионалы. Чемпион Азии и серебряный призер чемпионатов мира Сергей Морозов уверенно одолел южнокорейского профессионала. Чемпион мира и Азии по МММ Шавкат Рахмотов победил соперника удушающим приемом в промежуточном весе 80 килограммов. Сегодня наша сборная готовится к мировому первенству, которое состоится осенью. Три медали, две золотые и одна серебряная принес казахстанская сборная пятый день Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Первое золото взял штангист Ниджат Рахимов. Вторым золотым медалистом стал пловец Дмитрий Баландин. Серебряной медалью достойна штангистка Жазира Жаппаркуль. 214 килограммов в толчке. С таким результатом казахстанский штангист Ниджат Рахимов стал обладателем первой золотой олимпийской медали в составе нашей сборной. Стоит отметить, что именно тяжелоатлеты на нынешней Олимпиаде становятся главными поставщиками медалей. Главный тренер сборной по тяжелой атлетике Алексей Ни заявил, что можно ждать еще две медали. В этот же день серебряным призером Олимпиады в весе до 69 килограммов стала Жазира Жаппаркуль. Уже утром по времени Астаны проплыл свой финал на 200 метров брасом Дмитрий Баландин. Он показал в решающем заплыве лучший результат – 2 минуты 7,46 секунд. Это принесло Казахстану еще одно золото и продвинуло нашу сборную на 11 место. По итогам пяти дней Олимпиады в копилке казахстанской сборной – два золота, два серебра и три бронзы. В шестой день казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта, среди них дзюдо. Карагандинский спортсмен Максим Раков в одной 16-й финала встретится с эстонцем Григорием Минашкиным. Андрей Тен, Александр Царикидзе, первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин